Кинокомпания «Бетафильм» Люксвиде, Тернер и Квинта представляют Производство компании Любе Бен Кингсли Фрэнк Ланджелло В фильме «Библейские сказания» Моисей Это мальчик Фараон приказал казнить всех новорожденных еврейских мальчиков «Библейские сказания» 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 В фильме снимались Энтони Хиггинс и другие Энтони Хиггинс и другие Энтони Хиггинс и другие Энтони Хиггинс и другие Моисей Композиторы Марко Фрезина и Энио Мариконе Оператор Рафаэль Мертес Продюсер Лоренцо Минолли Автор сценария Лайонел Четуинт Режиссер Роджер Янг Приветствуйте фараона, как встречаете солнце. Фараон есть Египет. Египет есть фараон. Воздадим хвалу в честь празднования дня, когда великий Ра подарил Египту нашего повелителя Рамзеса. Я обожаю дни рождения, особенно свой собственный. Чем мое семейство отметит это событие? Все мы принесли дары к твоим ногам, о солнцеподобный, освещающий нашу жизнь. Я возношу хвалу отцу моему в этот день. Похвально, дочь моя. А что принес твой сын? Моисей? Ты здесь, Моисей? Моисей! Я здесь, мой повелитель. Я принес для тебя игру, владыка. Говори громче, Моисей, я не слышу. Игра! Какая тонкая работа, Моисей. Не знал, что ты такой умелый мастер. Нет, владыка Египта. Я не сам ее сделал. Ее вытащил еврейский ремесленник, по моей просьбе. Специально для тебя? Еврей? Я никогда не был силен в играх. А ты? Нет. О, Египет. Моисей чересчур скромен, владыка Египта. Он часто выигрывает меня в Шараде. Ты просто поддаешься, Тумтмин, так же, как со мной. Никогда. А ты силен в загадках, сын мой? Я знаю одно, отец. Когда египтянин не египтянин? Не знаю, сын мой. Когда? Прости, отец, я забыл отгадку. Значит, это плохая загадка. Но кто-нибудь при дворе наверняка знает ответ. Когда все-таки узнаешь ответ, загадай еще раз. Да, отец. А теперь мой подарок. Модель статуи, которую я возвожу в честь отца. Владыки Египта. Рамзеса. Приготовьте колесницу. Я хочу видеть, где сын определил мне стоять в веках. Вы, 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 вы... Вставай! Вставай! Тебя увидят! Передохни здесь немного. Нет, Аарон, они увидят, что я лежу и побьют. Не вставай! Лентяй, может плеть заставить тебя работать? Нет! Нет, нет, Аарон! Нет! Оставь его! Вот-вот прибудет фараон. На колени, еврей! Великий Рамзес едет сюда. На колени! Лечь! Лечь! Фараон есть Египет! Фараон есть Египет! Египет есть фараон! Фараон есть Египет! Египет есть фараон! За работу! Моисей, ты не должен приходить. Ты всякий раз это говоришь, и каждый раз твои глаза говорят мне, что ты обманываешь. Прошу тебя, Моисей, меня не должны видеть без дела. Они тебя не тронут. Как ты поживаешь? Хорошо, Моисей. А ты? Мне нечего желать. Кроме... Мне пора идти. Жди меня завтра. До свидания, Моисей. Давай! Давай! Ты не еврей, Моисей. Еврейка выкормила тебя, но и только. Ты египетский принц, Моисей. Гордись этим. Почему? Потому что Египет могуществен? Нет. Потому что ты его наследник. Я не египтянин. Не еврей. Я никто. Моисей, не говори так. Навлечешь на себя гнев богов. Каких богов? Которым поклоняешься ты или которого любит Йохаведа. Йохаведа всего лишь твоя кормилица. Она лжет, если говорит другое. Она ничего не говорит. Но мне известно правда. Правда в том, что я твоя мать. Ты наследный египетский принц. Я никто. Фараон это знает. Двор это знает. Народ это знает. Только ты обманываешь себя. Шевелитесь. Я домой хочу. Решил, что тебе удастся сбежать, да? Нет, хозяин. Я не хотел ничего дурного. Вздумал посмеяться надо мной. Нет. Моисей. Ты убил его. Ты убил египтянина. Аарон. Копай глубже. Этого мало. Скорей. Закапывай. Скорей. Вам нужно бежать. Сначала похороним его. Ты спас мне жизнь. Почему? Почему? Ты мой брат, Аарон. Храни тебя Господь, Моисей. Ты не знал. 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 Я, 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 я. ВСЕМАТИЯ... Не знал. Скорей. Этого нету. Что тебе здесь нужно? Я пришел увидеться с матерью. Моисея, нет. Тебе здесь не место. Ты египтянин. Я пришел к матери. Моисея, нет. Я здесь, сын мой. Мама. Прости меня, Моисей. Только так я могла уберечь тебя от гибели. Я еврей. Ты тот, кем захочешь себя считать, Моисей. Тебе одному Бог дал право выбора. А я отказался от него. Что это значит? Почему на тебе грубая одежда? Я покидаю Египет. Уходишь? Сегодня же. Аарон тебе не сказал? Аарон? У меня еще столько вопросов. Но сейчас... Мне пора. Господь спас тебя, Моисей. Служи Ему верно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ КОНЕЦ Наполните корыто, гоните стадо к колодцу. Сипфора, отец не велел с ними связываться? Ему не приходится всякий раз по полдня ждать мужчин. Они уже били нас, Сипфора побьют еще раз. Наполняйте корыто. Смотрите, как нам повезло. Дочери священника наполнили нам корыто. Ошибаешься. Это вода для моего стада. Неужели? Стадо Иофора подождет. Зато мы с сестрами не станем. Гоните стадо вперед. Делайте, что велю. Давайте. Можно? Позволь мне напиться. Спасибо. Если хочешь пить, спроси моего позволения. Не советую тебе смеяться надо мной. Не лезь на рожон, чужеземец. Решил прийти на помощь девицам? Но ты один, а нас четверо. Как твое имя, пастух? Мидан. А твое? Моисей. Сын Птиры? Дочери Рамзеса? Рамзеса. Посмотри под мой плащ. Посмотри. Египтянин? Египетский солдат. Я служу самому Рамзесу. Его армию уже можно разглядеть с вершины того холма. Им нужно пропитание. Так взять твое стадо или этих женщин. Гоните овец. Гоните. Живо. Живо. Что ты сказал, что он так испугался? Ты дрожишь. Но ты все-таки храбр. Как это? Я не храбрый. Но поступил смело. Почему? Я рассердился. Иногда я... Он сбил тебя с ног. Так не поступает. Мой отец Иофор. Он священник Модиамский. Он будет тебе благодарен. Ну, мне пора идти. А мой отец? Нет, так лучше. Иди с миром. Вы рано вернулись. Отец, отец! Один египтянин прогнал Медана от колодца. Один? Или целое войско? Нет, отец, один. Но какой смелый. Это он? Я хочу его поблагодарить. Я просила его остаться, отец сном. Иди, приведи его, дочь. Да, до чего приятно ужинать в обществе мужчины. Вокруг меня вечно одни женщины. Любому отцу нужен сын, чтобы оберегать домочадцев. Теперь мужчины забыли об уважении к женщинам. Я священник земли Медиамской, что лежит за этим холмом. Каким богам ты поклоняешься, Моисей? У нас в Египте много богов. У рабов, евреев всего один. Да. Ты знаешь его? Он сильнее других богов. Много лет я не видел его силы. Моя кормилица, моя еврейская кормилица говорит, он избавит их от рабства. Египетского? Воистину, это было бы чудо. У тебя столько удивительных мыслей, Моисей, но очень мало слов. Пожалуй, стоит уговорить тебя остаться у нас. В округе никто не готовит лучше. Этим руководит Сипфора. Никто не пьет материи лучше нашей. Сипфора за этим следит. Они преувеличивают, Моисей. Я не сомневаюсь, что это правда. Все это. Но мне нужно уходить. На восток? Земли там бесплодные, а в тех немногих городах, которые там есть, чужеземцев не жалуют. Почему бы тебе не остаться? Останься. Пожалуйста, останься, Моисей. Останься. Вы так добрыз... Отлично, отлично. Решено. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Моисей! 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 Добро пожаловать в Казахстан! 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 Схвати ее за хвост. Положи руку в одежды свои. Теперь вынь. Нет, нет. Прячь ее снова, а потом вынь. Этими знаменями будешь провозглашать слова Господа. Прошу тебя. Господи! Только не я. Нет, я человек неречистый. Таким всегда был. Даже при тебе таков. Я... Я косноязычен. Господи! Я не могу... Я не могу... Твой брат, Аарон, выйдет навстречу тебе. Я стану говорить тебе, а он будет говорить народу. Я не могу... 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 Может, я спал, или помешался от жары, или с тобой говорил Господь. Зачем Богу говорить со мной, почему я, а почему нет? Потому что я не знаю Бога, я не знаю о Нем ничего. В Египте много богов, который же говорил с тобой. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Но ты ведь египтянин? Нет. Я еврей. У меня две матери. Я был рожден Йохаведой, еврейской рабыней. А вырастила меня Тира, дочь фараона. Дочь фараона? Обе говорили мне о Боге, но... Я сам должен познать Его. Я не вижу Его. Я не вижу Его. Но Бог сможет говорить с каждым. Он знает твое сердце. А с убийцей? Он говорит с убийцами. Он знает сердце убийцы? Что ты говоришь? Моисей! В Египте я убил человека. Поэтому убежал. Поэтому пришел сюда. Они убили стольких из них. Из нас. А я выжил и стал убийцей. Я этого не знал. Но я знаю. Слово Господа – закон. Ты услышал Его голос? Да. Разве ты безумец? Ты безумец? Нет. Ты здрав. Ты видел куст. Ты слышал голос. Господь говорил с тобой. Неужели? Он дал тебе знак. Он обратил жезл в змею? Как ты говорил? Да, обратил. Значит, это был Бог. Да. Да? Да. Да. Это был Бог? Что может быть яснее, чем призыв Господа? А если это правда? Как ты сможешь жить, не проверив это? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сепфора, я видел Бога? Только ты можешь это знать, Моисей Если я вернусь в Египет, как велел голос Меня могут убить Нет, если Господь с тобой Если Он посылает тебя освободить народ Я не могу даже слова сказать при фараоне Я не умею Ты призван и должен идти Твоего мужа могут убить Я доверюсь Господу А ты СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Храни тебя Бог СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Аарон? Аарон, брат мой, Моисей Я скучал по тебе Я скучал по тебе Я здесь, здесь Что ты делаешь здесь посреди пустыни? Бог послал меня к тебе Бог Он и со мной говорил Я знаю Я знаю Я знаю Моисей вернулся Моисей Моисей вернулся Что ты делаешь? Люди должны знать, что ты здесь, Моисей Зачем? Тебя послал Господь освободить народ А что если Моисей благословен день, когда Господь освободит народ Свой от гнета Этот день пришел с твоим появлением Люди захотят это узнать? Моисей Это начало Моисей вернулся Моисей вернулся Моисей посланник Господа Бог избрал его чтобы вывести народ из рабства Вот наш избавитель Вот он Моисей Моисей Мариам Моисей Брат мой Мариам Моисей вернулся как посланник Божий чтобы освободить народ от египетского рабства Идите Посмотрите Идите Сюда Собирайтесь все Моисей вернулся как посланник Божий Собирайтесь Сила Господня действует через Моисея Моисей Недавно я взошел на гору Синай Громче Недавно я взошел на гору Синай Господь Бог Авраама Исаака и Иакова сошел ко мне и велел вернуться в Египет и вывести избранный народ из рабства в землю где течет молоко и мед Моисей Моисей египтянин Я вырос в семье египтян но по крови я еврей семья египтян тебя вырастила дочь фараона Я поверил что Бог велел мне вернуться и вывести вас из рабства Неужели? И почему ты поверил египтянин? Вот Господь дал мне знак это несколько КОЛДОВСТВО Колдовство. Нет. Рука Господня. Есть и еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА РУС! Disney! Вот знаменье Божье. Моисей призван вывести нас из рабства. Почему Бог призвал египтянина? Моисей мой брат, ты это знаешь. Он сын нашей почившей матери Яхаведы. Но он вырос в обычае египтян. Ты сомневаешься в Господе? Вот знаменье Божье. Знак того, что он слышит нас. Что он вернулся к нам. Мы через такое прошли его путем, а теперь отвернемся от него. ПОДПИСЫВАЛЬНЫЙ ПЕСНОК Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я Моисей Моисей? Я знал когда-то одного Моисея. Он скрылся под покровом ночи. Бог призвал меня вернуться. Итак, приемный сын Египта, мы порой гадали, где ты пропадаешь. В дальних краях. В очень дальних, видимо. Я думал, ты вернешься к погребению Птиры. Память о своей египетской матери. Я не знал о ее кончине. А это кто? Я Аарон Левитянин, брат Моисея, владыка Египет. Египет. Вот именно. Как ты смел явиться передо мной? Я делаю так, как велит Моисей. Как велит Моисей? Жрец, почему ты не сказал, что кроме меня в моем царстве есть еще повелители? Я не слышал о таком, господин. Простишь ли меня? Не знаю. Моисей, как ты смел явиться пред лицо мое? На то не моя воля, фараон. Я пришел, потому что Господь Авраама, Исаака и Иакова повелел мне передать его слово. Ты слышишь, жрец? Бродяга в пастушеских лохмотьях говорит о Боге, которого я, Бога равный, должен слушать. Наш Бог, Господь Израиля, явился нам. Таковы его слова. Он говорит. Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Я должен бы казнить вас за то, что явились сюда, но вы этого не достойны. Ты решил стать евреем, пускай. Иди, Моисей, и забери брата, живи между рабов, живи там, а потом вернись и расскажи о своем Боге. Жрец! Господин! Наши рабы не должны предаваться мечтам. Египту нужен их труд. Пусть работают больше. Пусть сами собирают себе солому для кирпичей. А урочной работы у них не убавляйте. Посмотрим, отвлекут ли их пустые обещания. КОНЕЦ КОНЕЦ Кто их староста? Ты, Зерак, на колени перед жрецом Египта. Сегодня и вчера вы не изготовили нужного числа кирпичей. Мы стараемся, господин. Но нам приходится собирать солому. Нам ни за что не сделать, сколько нужно. Но мы хотим служить фараону. Так зачем вы послали Моисея просить, чтобы вас отпустили в пустыню? Я никого не посылал, господин. Умоляю. Попроси фараона с милостивицы. Будете работать, сколько приказано. Иначе будете биты. Взять его, стража. Пороть его. Я не понимаю. Я знал, что они не послушают. Почему Бог шлет новые страдания, новые беды? Моисей! Взгляни на меня, пророк. Моисей смеется над нами. Не было ему голоса. Смотрите, лже-пророк! Замолчи, Зерак. Не тебя били плетью. И не Моисея. Фараон разрешил ему сидеть и смотреть, как мы работаем, пока не умрем. Да ты завидуешь ему. Придержи язык, женщина! Прости, Зерак. Я думал, со мной говорил Бог. Бог призвал тебя, Моисей. Поверь. Если ты усомнился, как же нам верить? Твои сомнения не остановят Зерака. Пора приниматься за дело, брат. И скорей. Господи. Господи. Дай мне веру, Господи. Укрепи руки мои, мысли мои и уста мои. Субтитры делал DimaTorzok Дай мне веру, Господи. Снова Моисей? Какая дерзость явиться опять. Чего тебе нужно, участвуешь в увеселении? Мы несем слово Господне. Он велит отпустить народ. Неужели? У меня другие планы, еврей. Пусть подождет, хорошо? Ты так уверен в моей глупости, что готов испытать его гнев? 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 Повелитель! 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 Слушай меня! Через меня говорит Господь! Бог Израиля велит тебе, отпусти его народ! Никто! Никто не велит богоравному владыке Египта! Никто! Никто! Иди ко мне! Смотрите! Принц Египта! Наследник трона! Слава фараону! Я должен совершить омовение в Ниле в благодарность богам! Туамон! Стойте! Внимайте голосу Бога Израиля! Он говорит, отпусти народ! Кровь! Кровь! Кровь разольется по всему Египту за семь дней! Рыба в реке вымрет, и река восмердит! Через Моисея говорит Господь! Так узнай, что я Господь! Бог велит фараону, отпусти народ мой! Или он обрушит на тебя десницу и меч свой! Девушки отдыхают! Сегодня отдых! Сейчас! Идите по домам, семьям! Сегодня работы не будет! Из Нила пить нельзя! Все египтяне копают землю в поисках воды! Моисей! Моисей! Ты был прав! Теперь фараон отпустит нас? Думаешь, это так просто? Да! Разве нет? Фараон ожесточил сердце свое! Его не так легко одарить! О, Повелитель! Мудрецы нашли ответ! Покажите! Повелитель! Ха-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Видишь, фокус евреев легко повторить! Твои гонцы в северные земли говорят, что воды великого Нила чисты и сладки и пригодны для питья. Скоро от бедствия останутся лишь воспоминания. Хорошо. Верните евреев на работы. Пусть возместят, что пропустили, пока слушали Моисея. Я думаю, это дело рук твоего бога. Если ты не веришь этому, зачем призвал нас? Избавь нас от казни. Мне надоели игры твоего бога. И ты отпустишь избранный народ? Да. Только избавь нас от казни. Но, повелитель, молчать! Я хочу мира. Убери этих жертв. Уведи свой народ в пустыню. Соверши жертвоприношение. Настал день нашей свободы. Славь Господа за него, Зара. Мы уходим. Готовы? Идем. Воистину, Моисей, ты пророк Господа. Я не чаял дожить до исхода из Египта. Доживешь. Да? Прочь с дороги, глупцы. Думаете, фараон испугался дешевого фокуса? За работу! За работу! Но фараон отпустил нас. Всем за работу! Сегодняшний день такой же, как прочие. Гоните их на работу! Предатель! Ты солгал, Моисей! Солгал! Это все твое тщеславие. Ты все выдумал. Ты лжец, Моисей! Лжец! Господь должен испытать Израиль. Проверить его праведность. Но народ праведен! Народ праведен! Обманщик! Шарлатан! Я верил тебе, Моисей! Моисей, твое колдовство не убедит меня отпустить рабов египетских. Такова воля Божия. Ты должен отпустить Израиль. А кто будет работать? Твой Бог? Моисей, ты знаешь, что твой народ не выживет на свободе. Тебе известно многое в Египте. Твой брат не сможет этого понять, но ты... Рабы есть рабы, Моисей. Они счастливы быть рабами. Так говорит Господь. Отпусти народ Мой, чтобы он совершил мне служение. Простри я руку мою, то поразил бы тебя и народ твой, но я сохранил тебя, чтобы показать силу, чтобы возвещено было имя Мое по всей земле. По всей земле славит Мое имя. Я сохранил тебе жизнь. Моисей, хочешь стать управителем евреев? Станешь заботиться о них, оберегать. Но они останутся здесь. Пусть служат кому угодно. Мне нет дела до их Бога. Пошли собрать стада и все, что есть у тебя на поле. На всех, кто останется, падет град. И они умрут. Град! Град! Мы же в пустыне! Открыть двери! Ты безумец, Моисей! Не приходи больше сюда! Слышишь меня? Никогда! Никогда! Если вы слабее Бога рабов, зачем мне ваша служба и ваша жизнь? Владыка, что худого, если они совершат служение в пустыне? Уйдя туда, они уже не вернутся. И пойдут вперед. Огромной толпой к восточной границе. Это опасно. Что может быть опаснее, чем эти казни? Это великое колдовство, повелитель. Волхвы говорят, пока не отпустим евреев, мира не будет. Довольно! Хватит! Египту конец. Ячмень выколосился, лен не сожрел, саранча все пожрел. Рука Господня, благословенное имя Его. Он не оставляет нас. Теперь сердце фараона смягчится. Если мы готовы стать свободными, если нет, Господь ожесточит сердце фараона, и мы останемся рабами. Мы покинем этот край, когда Египет узнает силу Божию. Молитесь ему, чтобы быть готовыми к этому дню. Не бойтесь, Господь не причинит вреда детям израилевым. Можешь уходить и забери свой народ. Египет больше не желает видеть вас в своих землях. Когда Господь избавит тебя от хвори, ты снова ожесточишься? Я хочу, чтобы вы ушли. Все. Но стада ваши останутся в Египте. Господь велит взять все имущество. Иначе мы не сможем совершить Ему всесожжение, чтобы благодарить Его. Это меня вы должны благодарить. Уходи. Но стада оставь. Отпусти всех. Стой. И детей наших, и отцов наших, и овец, и волов. Или нашлет на тебя Господь казнь, какой ты не видывал. Не смей пугать меня своим богом. Вам так дороги стада. Так оставайтесь с ними здесь. В Египте. Подумай хорошенько. Не смей мне указывать. Прочь с глаз моих. Уходи. И не являйся более предлицо мое. Когда увидишь лицо мое, Я убью тебя, Моисей. Я убью тебя. Сколько еще, Господи? Сколько? Последней казни Господь сломит мощь фараона, и покажет нам страшную цену свободы. Запомните то, что я скажу. В 10-й день сего месяца пусть каждое семейство возьмет однолетнего Агнца без порока. Пусть он хранится у вас до 14-го дня, когда соберется весь народ Израиля. Вечером того дня закалите Агнца. Возьмите кровь Агнца и помажьте косяки дверей ваших. И будет кровь знаменем. Господь увидит ее и пройдет мимо вас, и не тронет вас, когда поразит он землю египетскую. В ту же ночь ешьте мясо Агнца. Недопеченного или сваренного в воде не ешьте. Ешьте его так, пусть будут чресла ваши припоясаны и посох в руке вашей. Закваски же хлебные не делайте. Этот день будет называться праздником опресноков. Ешьте эту Пасху с поспешностью, ибо в полночь Господь пройдет по Египту и покарает богов египетских. Но кровь на дверях ваших будет знаменем, и Он, увидя ее, пройдет мимо вас. КОНЕЦ Нет. Смотри, что ты сделал с Моим Сыном. Твой Бог беспощаден. Жесток. Отойди от народа моего. Возьми свои стада. Возьми все. И уходите. Моисей. Я отпустил тебя. Пошли мне благословения. Прошу тебя. Моисей. Помните эту ночь, когда вы вышли из Египта, из дома рабства. Господь вывел вас отсюда мощью руки своей. Иди же, Израиль. Израиль. Иди. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» КОНЕЦ 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 Люди тревожатся, Моисей. О чем? Зачем мы идем сюда? Это дорога к Красному морю. К югу есть удобный путь, в землю ханаанскую. Мы идем туда, куда ведет Господь. КОНЕЦ 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 Жрец. КОНЕЦ 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 Я сделал так, как поверил Господь. Вы делайте тоже. Моисей! Они приближаются! Египтяне! Во главе с фараоном! Огромное войско с колесницами! Спаси нас! Далеко они! Далеко от нас! Полдня пути! Полдня пути! Не тревожьтесь! Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню? Уж лучше нам быть в рабстве у египтян, чем умереть здесь! Господь показал нам путь. Если последуем им, Он спасет нас. Господь! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! В фильме «Библейские сказания» Моисей. Добро пожаловать в Казахстан! Морис Ревс, Энтони Хиггинс и другие. Что он делает? Пытается отогнать египтян. Композиторы Марко Фрезина и Эньо Морриконе. Оператор Рафаэль Мердес. Продюсер Лоренцо Минолли. Автор сценария – Лайонел Четуинт. Режиссер – Роджер Янг. Смотрите. 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 Смотрите все. О, Боже! Славься, Господь! Славься, Господь! Прославляйте силу Господню! Он обратил к нам лик свой. Восславим Господа! А-а-а! ПОТИЗ' Уф! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вперед! Смерть тому, кто ослушается! Вперед! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Посмотрите на Моисея. Его ничто не остановит. Говори громче, Илья. У меня так курчит в животе, что тебя не слышно. Ты блеешь, как овца перед закланием. Если не поедим, то все пойдем на заклание. Ну, кого из вас Господь накормил? Моисей, Бог хочет морить нас голодом? Если такова Его воля, да будет так. У тебя есть план, Моисей, или нет? Я требую ответа. Следовать воле Божьей, как всегда. Мы умрем в этом забытом Богом месте. Забытым Богом? Господь спас вас от смерти. А ты все ропщишь на Него? Твой народ умирает от голода. Что ты думаешь делать? Вы пошли за Нем, чтобы умереть в пустыне? Воистину, Моисей – великий человек. Но он, похоже, утратил связь с Богом. Пора ему помочь. Смотрите, огонь. Пожар! Пожар! Моисей, Моисей, погаси пламя. Погаси. Моисей, спаси нас. Моисей, прошу тебя. Моисей, погаси огонь. Погаси огонь, Моисей. Погаси огонь. Молитвы не помогут. Идите сюда, скорей. Засыпайте огонь песком. Моисей вам не поможет. Его молитвы бесполезны. Давайте же. Засыпайте огонь. Не надейтесь на него. Нет, Моисей, помоги. На помощь. Прошу тебя, Моисей, погаси огонь. Моисей. Моисей, погаси огонь. Моисей. Моисей! Почему ты поставил меня в ответе за них? Разве я отец им? Разве я родил их? Слишком тяжела ноша. Разве я отец им? Разве я отец им? Разве я отец им? Разве я отец им? Люди ждут, Моисей. Чего? Чтоб Господь их накормил. Бог привел нас сюда не на погибель. Идите в шатры. И не выходите до утра. Господь даст вам пищу. Пищу? Как? До хлебных мест месяц с пути. Идите в шатры. Будьте в них до утра. КОНЕЦ Аарон, смотри. Что это? Попробуй. Вкусно? Вкусно? Как кориандровое семя. Сестры, собирайте ее, собирайте. Мужчины, берите корзины, помогите собрать. Это дар Господа. Назовем ее манной. Манна. Хлеб, который Господь дал нам в пищу. Каждое утро собирайте его на один день. Принимайте его как дар. Лишнего не берите. Каждый день Господь будет давать, сколько нужно. А соберете больше нужного на день. Она сгниет. Сгниет. Вкусно? Теперь вы свободны. И будете отдыхать всякий седьмой день. В день субботний не выполняете никакой работы. Суббота? Не работать? Суббота? Не работайте в субботу. Что это значит? Отдыхайте. Господь говорит, не работайте в день субботний. Отдыхайте. В этот день не собирайте манну. На шестой день соберите вдвое. Она не сгниет. Суббота? 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 Не работайте. Отдыхайте. Мы что, должны есть один хлеб? Сегодня Господь пошлет нам мясо. Мясо? Мы не ели его с самого Египта. Господь даст вам мясо. Всем хватит. И даже излишек останется. Мясо. Мясо. КОНЕЦ 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 Еофор! 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 Я слышал, что Бог сделал для тебя Моисей. И пришел посмотреть на тебя. Господь милостив к нам. Как Сепфора? Хорошо. Я тоскую по ней. Она понимает, Моисей. Она понимает. Здесь есть твоя вина. Поэтому пастись тридцать дней. Вениамин! Знай, как Отец в строгости воспитывает дитя, так Господь воспитывает нас. На сегодня все. Моисею нужен отдых. Завтра. Завтра Моисей вас выслушает. Ему нужно отдохнуть. Солнце почти зашло. Зачем ты судишь народ с утра до вечера? Я объявляю им Божьи уставы и законы, как ты видел. Я видел, что люди измучили тебя. А ты им потворствуешь. А ты им позволяешь. Разве ты не любишь брата? А у тебя нет права спрашивать. А у вас нет права позволять людям терзать Моисея. Взгляните на него. Он едва сидит. Так ваш Бог награждает верных слуг? Яфор. Ты чересчур резок, Яфор. Но ты говоришь правду. Это дело слишком тяжело для тебя. Бог говорит не через одного тебя. Аарон тоже призван Господом. Послушай меня. Я хочу дать тебе совет. Выбери себе богобоязненных людей и поставь их начальниками. Пусть осудят мелкие дела, а важных доносят тебе. Если сделаешь так, тебе будет легче, а народ станет уходить с миром. Странно, почему так тяжело слушать правду? Я сказал правду? Хочешь, чтобы я еще повторил? Ты суровый учитель, Яфор. Да, ты сказал правду. Эти люди только учатся жить не рабами, а по закону свободы. Господь откроет нам наш закон. Но будете ли вы готовы? Как ты можешь спрашивать? Мы ходим по пустыне, уповая только на Господа. Как вы сменили египетское рабство на рабство небесное? Богохульство. Закон сам по себе не спасение. Люди должны научиться исполнять его без Моисея или другого вождя. По своей воле. Они из-под палки придерживаются его. По своей воле. Зная, что вольны отказаться. Только тогда они станут по-настоящему свободны. А пока они еще рабы. Это моя мечта, Яфор. Чтобы во мне не было надобности. Ты мудрый человек, Моисей. Начну выбирать начальников завтра же. Нет. Сегодня. И первым избираю Аарона. Спасибо тебе за совет. Куда теперь пойдешь, Моисей? Думаю, Господь зовет нас на гору Синайскую. Чистой воды вам и зеленой травы. На всю волю Божью. Прошло три месяца. Гора Синай. Здесь со мной говорил Господь. Из горящего куста. Господь зовет меня подняться. Думаешь, у меня выйдет Иисус? Если тебя зовет Господь. Жаль, что Он не послал мне обувь покрепче. Моисей. 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 Моисей возвращается. Иисус! Моисей. Моисей… Моисей. Моисей. Иисус! Состоян Тат passar. Моисей. Моисей, Моисей. Моисей, мам, паиза мнеasse grand. Слушай, Израиль! Слушай, Слово Господне! Вот его закон. Так говорит Господь. Вы видели, что я сделал египтянам. Я носил вас на орлиных крыльях и принес вас к себе. Если будете слушаться и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов. Господь говорит вам, «Моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым, если будете исполнять закон и соблюдать завет». Так говорит Господь. Станем соблюдать все, что повелел Господь. Станем соблюдать с радостью. Господь явился тебе, Моисей. Хочешь сам услышать Его голос? Люди хотят знать, что голос действительно Его, а не твой. Ты не веришь мне, Зарак? Если хотите услышать голос Божий, то должны приготовиться и осветиться. Женщины, воды! Господь повелел мне, пусть вымоют одежды свои. И три дня не прикасаются к женам. Будьте готовы к третьему дню, когда Я сойду на гору Синай пред глазами народа. Почистите не только одежды, но и сердца, ибо вы предстанете перед Господом. Моя миссия почти завершена, Аарон. Теперь Господу не нужен посредник. Он сам будет говорить с народом. Нет, народу всегда нужен вождь Моисей. Нет, Аарон, я не вождь. Я простой человек, которому случилось быть избранным. Теперь, когда властью Божьей мы вышли из Египта, во мне нет нужды. Сегодня вы предстали пред Господом, Богом вашим, чтобы Он заключил с нами завет. Он сделает вас Своим народом и будет Богом вашим. Если станете соблюдать заповеди, которые Он даст сегодня, то будете жить и плодиться, и Господь благословит вас в земле, обетованной Авраама, Исаака и Иакова. Господь Абраама, мы ждем тебя. Говори нам! ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ МОИСЕЙ МОИСЕЙ Пусть Он не говорит! МОИСЕЙ 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 Пусть Он не говорит! Не бойтесь! Мы все умрем, МОИСЕЙ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это Господь ваш! Лучше передавай нам Его слова! ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я всего лишь человек! Если я слышу Его, то и вы можете! Не бойтесь! Слушайте! Слушайте глаз Божий! Лучше ты и говори нам! МОИСЕЙ Прошу тебя! Мы все погибнем! Да! Израиль! Слушай глаз Божий! Так говорит Господь! Я, Бог твой, вывел тебя из дома рабства! Да не будет у тебя других богов! Не сотвори себе кумира и идола и не поклоняйся им! Не произноси имени Господа в суе! Помни день субботний! Почитай отца твоего и мать твою! Чтобы продлились дни твои на земле! Которую Господь дает тебе! Не убивай! Не прелюбодействуй! Не кради! Не произноси ложного свидетельства на ближнего! Не желай дома ближнего твоего! Не жены! Не жены! Ничего, что у ближнего твоего! Так говорит Господь! Вот Его закон! Закон нашего завета! Слышишь ли ты, Израиль? Слышишь ли ты, Израиль? Да, Моисей! 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 Я должен вернуться на гору! Господь хочет дать вам закон! Оставайтесь здесь! И не оскверняйте себя, пока я не вернусь! Будьте чисты, чтобы принять закон, который Он пошлет! Он пошел на холодно! И разные acordы! Иисус! Оставайся мне! Иди со мной! Жиж hein! Я не слышал! 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 ОЧИСТИ ДУШУ СВОЮ Очисти и сердце. ОЧИСТИ ДУШУ СВОЮ Иисус. ОЧИСТИ ДУШУ СВОЮ Скажи ему правду. В конце концов, он брат Моисея. Однако не сам Моисей. Поэтому можешь говорить прямо. Моисея нет четыре лунных месяца. Тридцать дней на горе Синай. Без еды столько не прожить. И чего ты хочешь от меня? Пойди за Моисеем. Ты знаешь, это невозможно. Нам верено ждать и не оскверняться. Не оскверняться. Мы моемся трижды в день. И для чего? Не для чего за рак. Для кого? Мы сделаем так, как велел Моисей. Сказать легко. Заставить не просто Аарон. Люди изводятся, злятся. Ты должен что-то предпринять. Мы сделаем, как велел Моисей. Ты забыл, как испугался Бори? Нет? Не забыл. Сделаем все, как обещали. Подождем. И долго? Стойте. Подождите. Послушайте. Тише. Тишина. Во имя любви к Господу нашему. Тише. Уже 32 дня, как Моисей взошел на гору. И не появлялся. Нам что, вечно здесь ждать? Мы вышли из Египта, чтобы прозябать в пустыне. Так иди обратно. Вечно одно и то же. Неужели у нас один выбор? Слепое подчинение фараону или старику, который, наверное, сгинул на горе Синаи? А у тебя есть что предложить за рак? Да. Хватит слушать Моисея. Да. Мы даже не знаем, что с ним стало. Мы найдем свой путь к Богу. Сделаем подношение к Господу. И сготовим его своими руками, чтобы мы могли видеть и осъязать его. Ты же слышал голос Божий. Он запретил создавать идолов. Это не идол, Аарон. А подношение из золота, лучших металлов и камней, что у нас есть. Он выведет нас из пустыни. Не слушай их. Господь до сих пор спасал нас, и впредь останется верен слову. Да, но скоро ты, наконец, признаешь, что Моисей умер. Сгинул на горе Синаи. Моисей не умер. Мертва только твоя вера. Придержи язык, женщина. Людям нужно откуда-то черпать силы, Аарон. Да, Аарон, мы ждем. Но это кумир. Нет, символ. Проводник в дороге. Сколько нам еще ждать? Семь дней. Почему семь дней? Дайте мне семь дней. Моисей непременно вернется. Я уверен. Аарон. Аарон. Ты сомневаешься, что Моисей вернется? Ты так легко забудешь слово Господне? Я сказал, семь дней, Мариам. И не днем больше. Аарон. Они все равно сделают по-своему. Аарон. Мы все между собой обсудили. Мы ждали семь дней. Пришел наш черед действовать. Ты за это в ответе, Зарак. Он признал правду. Соберите все золото и драгоценности. Все серьги и браслеты. Пусть кузнецы готовятся. Благословен символ силы, выведший нас из Египта. Освящаем его и просим, прибудь с нами сейчас. Приветствуйте рождение образа всемогущего. Празднуйте присутствие его с нами. Празднуйте! 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 КОНЕЦ 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 Так вы служите Богу, пока меня нет. КОНЕЦ Я не такой, как ты, брат. Я... Я слаб. Мы думали, ты умер, Моисей. Что нам оставалось? Вот ваш закон. Слово Господне. Путь из пустыни ваших собственных сердец. Вот он! Нет, Моисей! Если это слово Божье, его нетрудно не спровергнуть. Разве не видите? Моисей нам не поможет. Пусть телец пойдет вперед, чтобы другие народы боялись нас. Вы нарушили завет Господа. Вот он лежит перед вами. Те, кто хочет следовать за Богом, станьте рядом со мной! Братья! Сыны Левиины! Неужели вы сейчас отвернетесь от Господа? Идите к нам! Идите к старейшинам! Идите! Глупцы! Хотите умереть в пустыне? Идите ко мне! И завоюем свободу! Те, кто хочет знать Бога, станьте со мной! Те, кто хочет выйти из пустыни, станьте со мной! Утром мы разобьем лагерь. Телец поведет нас! Ты глупец, Моисей. Мы пойдем своей дорогой. Ты нам не помешаешь. Истребляйте друг друга! Моисей. Так говорит Господь, кто согрешит передо мною, того изглажу из книги моей. Делайте, что велено. Очистите Израиль. Моисей. Нет. Те! Те! Моисей. Те! 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 Поехали! Сотрите идолов прах! Рассыпьте по воде! И пейте ваши злодеяния! Узнайте горечь их! Куда ты идешь? Молить Бога о прощении! Может, смогу искупить ваши грехи! Моисей! Это Моисей! 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 Вот кровь завета, данного вам Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Место для встречи с Богом. Место для встречи с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Уже десять дней, как мы ушли из Синаи, а конца пути нет. Еды тоже нет, кроме одной манны. Помнишь, как в Египте мы на празднествах ели вдоволь рыбы? Да, там было много еды, даже овощи. Но нам их давали по прихоти фараона. Да, но хотя бы давали. Так ты хочешь жить, Мариам? Есть и голодать по чужой прихоти? Я брожу по пустыне по прихоти брата. Думаешь, я до того самонадеян, что решаю судьбу Израиля? Думаешь, я вывел вас из Египта? Нет, думаю, мы все. Или Бог говорит только с тобой, Моисей? Мариам, разве Бог не послал тебя навстречу Моисею? Это ты говорил за него перед фараоном. Разве Бог говорит только через него? Нет. Мариам, как ты можешь так говорить? Ты знаешь, Моисей смиренный человек и не ищет славы. А ты не лезь. Мариам! Все наши скитания бессмысленны. Разве Бог не знает дороги к земле обетованной? Когда увидит, что мы готовы, приведет нас туда. А ты считаешь, мы не готовы? А ты? Приведи нас, Господь, завтра в Ханаан. Что бы мы сделали? Стали бы выполнять его закон, как верено? Смогли бы поддерживать порядок? Царство священников, народ святой. У нас есть наши дети и желание сесть на своей земле. Что еще нужно? Любовь друг к другу. Желание жить не одним пропитанием. Мариам, тише. Мариам, 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 Мариам. Тише. Успокойся. Проказать. О, Господи. О, Господи. Не казни ее за грех, совершенный по глупости. Не дай ей слеть. Прошу тебя. Исцели ее. Она должна быть в заключении вне стана семь дней. Потом пусть вернется в стан. Уведите ее. Уведите ее. Бог сжарился над ней. Нечисто. 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 Это Моисей, Мариам. Я принес тебе еду. Не подходи, Моисей. Я не боюсь. Тебе нужно поесть. Уходи. 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 Почему ты это делаешь? Ты моя сестра. Жаль, что ты сочла меня тщеславным. Я говорила в гневе. И Господь наказал меня. Господь говорит со мной, Мариам, как я с тобой. Я не заслужил Его присутствия. Почему же Он избрал меня? Я не хочу, чтобы за мой грех пострадал и ты. Господь избрал тебя. Я твоя сестра. И такова воля Божья. Слава Богу. Слава. Все закончится. Мы отправимся в землю обетованную. Все вместе. Моисей, мы не должны были сомневаться в тебе. Вот она, земля обетованная. Мы не должны были сомневаться. Ты должен сомневаться во мне, Карей. Но не в Слове Божьем. Как Он обещал, так и будет. Когда Господь поведет нас Сам? Никогда. Что? Посмотри на нас. Разве мы сможем захватить Ханаан? А как же иначе нам его получить? Господь сделает это за нас. Мы должны действовать, если хотим быть свободны. Иисус, отбери двенадцать мужчин по одному из каждого колена. Отведи их в Ханаан. Смотрите во все глаза и вернитесь с новостями. Халеф из колена Иудина. Самуа. Нагбей. Шапат. Игорь! Субтитры создавал DimaTorzok Нас перебьют, если мы сюда вторгнемся И что, Нахбей? Ты боишься вести нас в землю, обещанную Аврааму, Исааку и Иакову? Я не поведу свою семью на неминуемой смерти Господь будет с нами, Он поведет Рассуди здравый Иисус, мы здесь уже 40 дней 40 дней Ты видел то же, что и мы? Города надежно укреплены Воины крепки и умелы Их так много, Иисус Но что толку в их числе против силы Господа, спасшего нас И уничтожившего всю египетскую армию? Ты готов рисковать жизнью детей, Иисус? Там, куда ведет Господь, нет опасности Идем Безумие, Иисус, безумие Ты говоришь, как безумец Похоже, манна лишила тебя здравого смысла Или солнце пустыни иссушило разум? Может быть Но не сердце и не веру Я верю в Господа и люблю Его Ты можешь сказать то же самое, Инагбий? Ты так праведен, что готов положить наши жизни? Во мне нет особой праведности Только преданность Слову Божьему Ты слишком долго пробыл у ног Моисея, служа ему как пес Пора жить своим умом Он живет Я тоже Мы знаем, что земля обетованная совсем близко Так иди А Хананея отрубит тебе голову Они могучий народ Армия С мечами и луками В десятеро больше нас Но за нас Господь И Он поведет нас Как овнов на заклание Ты усомнился в Господе Смотри, что Он сделал для нас Да, смотрите Завел нас в эту пустыню Заставил брата пойти на брата Из-за золотого тельца Каждый день Он проверял и испытывал нас Может, это новое испытание Чтобы выжили немногие? Корей говорит правду В обетованной земле уже живут хатеи и единицы В Иусеи Зачем земля, где текут молоко и мед Если выживут немногие? Моисей Это новое испытание? Откуда мне знать? Я говорю вам, что верит Господь Мы пойдем в землю, обещанную нашим предкам Я не сомневаюсь в его словах Значит, нам нужен новый вожак Который больше радеет о сохранности Израиля И знает, что нужно делать Новый вождь Да Еще не поздно нам спастись Лучше вернуться в Египет Чем умереть от меча Амаликитян Куда лучше? Там мы знали, что несет новый день Новый вождь Довольно с нас Моисея и Аарона Они привели нас лишь к страданиям и мукам В ваших страданиях виноваты вы сами Вы согрешили перед Господом Согрешили? Слышите, сына Израиля, вы Моисей вечно обвиняет нас Я согласен с Кореем Мы изберем нового вождя Он отведет нас обратно в Египет И спасет от гибели Они вынимают оружие Когда же окончится это братоубийство? Скольких еще ждет смерть? О, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok Так говорит Господь Слушайте Слово Его Десять раз мы роптали на Него И отвергали его Но и теперь он милостив к вам Все мужчины старше двадцати Умрут в этой пустыне Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сорок лет Каждый за день, когда его служители разведывали землю Те, кто роптал на него, будут бродить и умрут Когда упадет последний из роптавших Бог отведет детей своих в землю, обещанную Аврааму, Исааку и Иакову Из тех, кто был там, только Иисус и Халев увидят землю, обетованную Ибо они имеют другого духа КОНЕЦ Прошло сорок лет Все будет, как обещано, Аарон Хорошо Скоро мы обретем дом Хоть и временный Далеко ли до земли обетованной? Нас замучила засуха Моисей говорит, всего пару недель Помолимся, чтобы воды хватило Позволь мне Не надо, я еще не умерла Занимайся своим делом Я бы помог Ты неуклюжий Мужчинам такое не по плечу Моисей, Аарон, Мариам, скорее Мариам Ответь мне Мариам Не сейчас, Боже Не сейчас Мариам, сестра Мариам Свет моей жизни Нет Не сейчас Мы почти пришли Спи спокойно, сестра Радуйся Милости Божьей Без воды мы все за ней последуем И скоро Нет Кто из вас это сказал? Вы ровчите даже На погребении Я не могу ее оплакать Без ваших воплей Моисей, Моисей Они не хотели, они Они думают лишь о себе Словно Господь не доказал, что заботятся о них Мы сочувствуем твоему горе, Моисей Но Скотт уже умирает от жажды Мы только спросили Вы только Вы только Не видите, что Господь дает И плачете, и ропчете Разве вы радуетесь тому, что имеете? Разве радуетесь? Моисей Моисей Идем Попросим Бога о помощи Идем 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 Опустись на колени Господи Людям нужна вода Вы довольны? Что это значит? Господь со мной не говорил Он говорил со мной Моисей Прочь с дороги Гора Я приказываю тебе Дай людям воду Расступись 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 Вот, я дал вам воду. Я услышал твой призыв, Боже. Вот, я, да, правда, правда, мне не хватило веры, я должен был положиться на тебя, это все мой гнев, Господь, мое тщеславие. Ха. 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 КОНЕЦ Моисей Моисей Мариам Ты забыл, брат Мариам ушла от нас Да Да Пришло время и мне отойти к нашей сестре Мариам Это знает один Бог Ханаан уже близко Да Мы видели чудеса в жизни Правда? Брат мой Телец Моисей Телец Господь простит мои грехи Конечно уже простил Добавил Добавил Моисей, что мне сделать? Чем мне помочь тебе, Моисей? Возьми светильник из рук моих, Иисус. Как повелел Господь. Моисей, мы с тобой пойдем завтра на гору Нево. На гору Нево, на вершину Фазги. Но сначала ты пройдешь посвящение, Иисус. Господь избрал тебя моим преемником, Иисус. Я просил Бога духов и всякой плоти избрать человека, который бы выходил перед людьми и входил перед ними. Который выводил бы их и приводил бы их, чтоб не осталось стада Господня, как овцы без пастыря. И сказал Господь, «Возьми Иисуса, в Нем есть Дух. Возложи на Него руку и дай Ему наставление. Будь тверд и мужественен, ибо ты поведешь народ Израиля в землю обетованную. Господь будет с тобой». Усади меня на камень, Иисус. Земля, обетованная за этой горой, Иисус. Да, Моисей, мы готовы. Господь сказал мне, «Вот земля, которую я обещал Аврааму, Исааку и Иакову. Говоря, дам ее потомкам вашим». Ты выполнил то, к чему Бог призвал тебя. И еще. Господь сказал мне, «Моисей, сможешь увидеть землю издалека, но не войдешь в нее». Не может быть. Ты же служитель Господа. Так сказал мне Господь. Но если ты попросишь, Он услышит тебя. Я просил. Нет, Иисус. Так и должно быть. Почему? Я был самонадеян, Иисус. Я дважды ударил жезлом о скалу. Я не доверял Господу. Усомнился, что Он явил Свою святость перед людьми. Но Моисей во мне говорил гнев Иисус. А Господь не может забыть этого. Он не может основать народ на гневе Иисуса. Я сейчас взойду на гору, Иисус, и не спущусь обратно. Нет, Моисей, я пойду с тобой. Нет. Так и должно быть. Господь зовет меня домой. Пора. Я буду с Ним вечно. Теперь ты поведешь народ, Иисус. Ты избранник Божий. Но земля Каноанская только обещана нам. Каждый шаг будет тяжел. Тебе предстоит основать новый Израиль на любви к закону, а не слепом подчинении. Заведи у людей строгий порядок, Иисус. Они готовы пересечь Иордан? Да, готов. Они последуют за Господом. Славь Его. Я завершил свой путь. Теперь твой черед исполнить волю Божью. Моя работа окончена. Да будет воля Его. В землю обетованную. Моя работа окончена. Моя работа окончена. Моя работа окончена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Помните, что заповедал Моисей, служитель Господа. Перед нами лежит Ханаан, обещанный нашим отцам. Во второй раз Господь говорит вам «Идите!» От Иерихона до Сихема вел Господь народ Израиля в землю обетованную. В Сихеме Иисус Новин поставил под дубом камень и сказал «Камень сей будет нам свидетелем, что мы не солгали перед Господом». Так закончились скитания народа Израиля.